В эфире служба новостей Саров 24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Новая игровая детская площадка. Какие работы проведут в парке имени Зернова в рамках проекта формирования комфортной городской среды? Своенравные, в то же время ласковые и преданные. 8 августа весь мир отмечает День кошек. Дивизия против сотрудников правопорядка прошел очередной матч в рамках городского турнира по футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Где установить новые мафы, обновить пешеходные дорожки, сделать детские площадки? На протяжении года саровчане принимали активное участие в общественных обсуждениях проекта формирования комфортной городской среды. А уже в марте решали, какую территорию нашего города необходимо благоустроить в первую очередь. Своё мнение по этому вопросу высказали более 25 тысяч саровчан. По результатам опроса лидером оказался дизайн-проект модернизации парка имени Зернова. На днях здесь начались работы по реконструкции. В парке имени Зернова в рамках проекта формирования комфортной городской среды предусмотрена только реконструкция детской площадки. 6 августа действующую закрыли. Сейчас здесь идет демонтаж существующих мафов. И совсем скоро это место обретет новый вид. На месте существующей детской игровой площадки появится современный комплекс с игровыми и развивающими элементами. Данная площадка будет безопасна для детей всех возрастов, а также будет доступна и комфортабельна для передвижения детей и взрослых маломобильной группы населения. Согласно проекту, стилистика новой игровой площадки будет выдержана в этнических мотивах. Будут использованы деревянные конструкции и металлическое оборудование. Лазательные сетки, детский экскаватор, домик на дереве, качели. Новый комплекс постарались оборудовать так, чтобы он понравился каждому. Зонирование детской игровой площадки будет поделено на следующие зоны. Это песочная зона, игровая, тематическая зона, лазательная зона и музыкальная зона. Также в каждой из зон предусматривается место для отдыха и ожидания родителей своих детей, чтобы им было комфортно. При разработке проекта учли и мнения жителей города. Часть из того, что не раз оговаривалось на общественных обсуждениях, нашло отражение в итоговой версии. Основные требования жителей – это была яркость, чтобы площадка была индивидуальной, имела яркий образ. Также жителям хотелось, чтобы она не была похожа на дворовые наши детские площадки, которые мы привыкли видеть в каждом дворе города Сарова. Также внимание жителей обращалось на комфортабельное времяпрепровождение как детей, так и взрослых. Также активно обсуждалось вечернее и ночное освещение, поднимался вопрос по видеонаблюдению. Общая стоимость работ по реконструкции составляет почти 20 миллионов рублей. Появиться новая игровая площадка для юных саровчан должна до 15 сентября. Демонтированные мафы планируют установить в детском парке на улице Сойсена. 7 августа медицинское обслуживание больных детей, а именно вызовы после двух часов дня, из детской поликлиники будут передаваться в отделение скорой медицинской помощи. Об этом сообщают специалисты клинической больницы номер 50. Чем вызвано такое изменение и как долго оно продлится, выясняла наша съемочная группа. Теперь с понедельника по субботу включительно, после двух часов дня, при заболевании ребенка нужно вызвать не участкового врача, а скорую. Прибывшая бригада оценит состояние ребенка и если не требуется госпитализация, то врач назначит лечение и даст рекомендации по обращению к участковому педиатру. Либо если состояние ребенка этого не требует, будет назначен актив участковой медсестре, которая придет, оценит тоже состояние ребенка, либо его она пригласит на конкретный день на прием в детскую поликлинику, либо если она видит, что состояние ребенка требует повторного осмотра врача, сделает актив участковому врачу-педиатру. Больничный лист будет оформлять участковый врач. Ежедневно сотрудники детской поликлиники проводят сверку с КБ-50 и все данные о вызовах скорой к ребенку заносятся в медицинские карты детей. На основании именно карты вызова скорой медицинской помощи на следующий день участковый врач по решению врачебной комиссии оформит необходимый больничный лист именно с того дня, когда они вызывали скорую помощь. Вызвать врача к заболевшему ребенку можно по телефону 03-6-0104 или с мобильного 103 и 112. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Посылки и письма На указанный в базе номер телефона придет код подтверждения, который будет необходимо назвать почтовому оператору. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Департамент городского хозяйства призвал Саровчан сообщать обо всех случаях несоблюдения расписания автобусов. Жалобы можно направлять на электронный ящик департамента или по телефону 977-68. За нарушение расписания перевозчиков могут привлечь к различным видам ответственности, вплоть до лишения права на осуществление регулярных перевозок. Напомним, расписание движения автобусов опубликовано на официальном сайте городской администрации. В режиме реального времени движение общественного транспорта в Сарове можно отслеживать через специальные приложения, например, Янекс Транспорт. Помимо прочего, сервис позволяет узнать, сколько времени осталось до прибытия нужного автобуса или маршрутки на конкретную остановку. В рамках мероприятий по очистке лесного массива граждане могут бесплатно забрать сухостойную тонкомерную древесину в необходимом им количестве. Как сообщили в муниципальном бюджетном учреждении «Лесопарк», за разрешением на вывоз леса необходимо обращаться по телефону 741-50, но сухостой подлежащей вырубке нанесут соответствующие клейма. Саровчан приглашает на велопробег, посвященный 1030-летию Крещения Руси. Он будет называться «Дорога к храму» и пройдет по маршруту Нижний Новгород, Муром, Дивеево, Саранск. Паломники на велосипедах посетят храмы и монастыри по пути следования, примут участие в молебных богослужениях, посетят местные храмы и достопримечательности. Велопробег стартует 21 августа от Кафедрального собора в честь святого князя Александра Невского в Нижнем Новгороде. Первый звонок прозвенит во всех школах уже меньше, чем через месяц. И несмотря на то, что учащиеся покинули стены учреждения еще в июне, работа здесь не останавливалась. На протяжении всего лета в школах проходили косметические ремонты, замена мебели и электропроводки. Директора, педагоги и другие специалисты делали все для того, чтобы в новом учебном году ребята чувствовали себя на занятиях комфортно и безопасно. А уже сегодня в Сарове стартовала приемка школ. Совсем скоро коридоры саровских школ наполнятся звонким детским смехом. Но вопреки обыденному мнению, все-таки первыми в классы входят не ребята, а специальная комиссия, которая проверяет, насколько учреждение готово к приему учеников. Комиссия у нас межведомственная, в нее входят представители МЧС России, государственной пожарной охраны, входят представители ОВД, а также наши специалисты, специалисты департамента образования и специалисты Центра эксплуатационного обслуживания, которые осуществляют надзор над зданиями, которые принадлежат общеобразовательным учреждениям. Чистота и комфорт комиссия проверяет в буквальном смысле каждый уголок школы. Особое внимание обращают прежде всего на подготовку аудиторий. Был ли проведен ремонт и соответствует ли кабинет установленным требованиям и стандартам. Если посмотрите мебель, как раз соответствует всем требованиям, мебель передвижная, то есть учитывают ростовые возможности учащихся, и по мере того, как они растут, мебель в парках поднимается. Дальше класс оборудован полностью всем необходимым, в соответствии с новыми требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Не обошлись стороной пищеблок и спортзал – столярные мастерские. В школе номер 17 к новому учебному году подготовились основательно. В девяти кабинетах заменили мебель, установили новые питьевые фонтаны, туалеты привели в соответствие со всеми нормами Санпина. И, как и все остальные школы города, приобрели ученикам для занятий 3D-принтер. Некоторые кабинеты и вовсе полностью обновили. Эти кабинеты были полностью проведены здесь ремонт, полностью были покрашены сцены, земное электрооборудование, и приобретены много местных шкафов. Но особое внимание члены комиссии уделяют, конечно, безопасности. Сотрудники пожарной части проверяют, на своем ли месте висят огнетушители, нанесена ли на сцену в актовом зале огнезащитная обработка. А представители УВД – насколько здание соответствует нормам антитеррористической безопасности. Там довольно-таки широкий спектр требований, но самые основные моменты – это наличие системы контроля управления доступом, ну, в просторечии, которую мы называем турникетами, наличие видеокамер как в самом учреждении, так и в учебных аудиториях, в классах, в коридорах, в рекреациях. И требуют представителей УВД, чтобы камеры были установлены и снаружи. Приемка школ только началась, а это значит, что большинству образовательных учреждений города еще только предстоит сдать этот нелегкий экзамен. Ласковые и своенравные, плюшевые и длинношерстные – такие разные, но одинаково любимые. Эти питомцы делают нашу жизнь ярче и счастливее. 8 августа во всем мире отмечают Международный день кошек. Согласно статистике, кошка – домашний питомец 80% населения Земли. Но некоторые хозяева относятся к ним как к игрушкам, и когда кот надоедает, выбрасывают его на улицу. В лучшем случае преданные человеку питомцы оказываются в приемнике для животных, где получают шанс на новую жизнь. Сегодня Саровский приемник для животных может принять до 70 временных постояльцев. И если вам кажется, что туда попадают только бродящие бездомные коты и собаки, вы ошибаетесь. Место находится и для донских сфинксов, и для шотландских веслоухих кошек, и для представителей бенгальской породы. Самая частая причина отказа от питомца – аллергия на шерсть животного. Но бывает и по-другому. А у этого рыжика, пятимесячного котенка и соседки у нее примерно одинаковая история. Хозяйки отказались от них просто по причине того, что они не ходили в лоток. Сотрудники приемника сделали все, и буквально-таки за 4 недели приучили и ту, и другую ходить так, как надо. И теперь эти создания ждут хозяев. Как говорят сами сотрудники приемника, люди заблуждаются, когда считают, что приемник равняется приюту для животных. Очень часто незадачливым хозяевам сначала объясняют и показывают, как воспитывать домашнего питомца, как за ним ухаживать, и стараются убедить отказаться от желания расстаться с четвероногим другом. Для всех животных, которые попадают так или иначе в приемник, к сожалению, существует только один путь, и этот путь на усыпление. И только благодаря волонтерам и добрым людям некоторым из них удается обрести второй шанс, обрести новую семью, где его будут любить. Бывает и так, что животных в приемник несут только потому, что не знают, куда деть найденное несчастное животное. И процесс этот не останавливается ни на один день. На вопрос, что чаще случается, приносят животных или забирают в новый дом, признаются, чаще, конечно же, приносят. Пока мы записывали сюжет, добрые люди привнесли еще одного маленького котенка. Кстати, сделали все правильно, потому что перед тем, как принести его в приемник, они увеличили ему шансы на выживаемость. Они его осводили к ветеринару, обработали его от всяких вредных существ на коже. И теперь этот котенок тоже будет обретать новую семью. У временных постояльцев приемника для животных нет кличек. И причин тому несколько. Во-первых, имя животному должен дать новый хозяин. Это его привилегия. А во-вторых, так легче отдавать питомца, к которому привязываешься. Но между собой то и дело называют своих подопечных партизанами, угрюмыми, рыжиками и вирусами. Ну а самое главное правило сотрудников приемника для животных звучит так. Те, кого они взяли под свою ответственность, обязательно находят себе новую семью. И если вы задумались о том, чтобы завести дома животное, сходите в приемник. Тут всегда есть тот, кто ищет новый дом. До финала чемпионата города по футболу осталось всего шесть туров. Это значит, что обладатель кубка будет известен уже совсем скоро. Но пока команды продолжают вести упорную борьбу за заветные очки. В очередном матче на центральном поле стадиона «Икар» встретились те, чья работа охраняет сон и спокойствие горожан. Команды «Динамо УВД» и «Динамо – воинская часть». О том, как прошел матч, расскажем в следующем репортаже. «Динамо УВД» и «Динамо ВЧ» – давние соперники на футбольном поле. Они уже не раз встречались в рамках городских чемпионатов. Футболисты сборных знают сильные и слабые стороны друг друга, что позволяет им на ходу менять тактику и корректировать игру. Команда УВД, проиграв военнослужащим в первом круге, ко второму кругу обновила состав. Николай Сафронов в связи с болезнью не вышел на поле, но пришел поддержать своих сослуживцев. На второй круг мы усилили свою команду молодыми ребятами, которых пригласили. И надеемся, что команда «Динамо» во втором круге будет выступать гораздо удачнее, чем это сложилось в первом круге. Обе команды провели небольшую разминку перед игрой и выслушали наставления тренеров. Каждая сборная вышла на поле с установкой «Только победа». Турнирные таблицы команды очень близко подходят к тройке лидеров, поэтому заветные три очка необходимы всем. Но все-таки сборная воинской части опережает «Динамо» ВВД пачкам. «Динамо ВВЧ – одна из претендентов на победу в этом чемпионате. Сильная команда, имеет ряд хороших футболистов, обладающих хорошей техникой и физическими данными». Командовая на случаях перед выходом на поле отметила комфортные погодные условия, так как в этот день жара спала и прошел небольшой дождь. Сергей Румбаев, центральный полузащитник «Динамо» ВВЧ, анализируя проведенные игры в рамках городского чемпионата, считает, что этот матч будет интересным и предсказать результат заранее нельзя. «Я думаю, не сильно тяжело будет в плане физики, но в плане борьбы с соперником, то, естественно, тоже команда хорошая, неуступчивая, то есть борьба будет». Матч начался с активных атак. Обе команды пытались сломить защиту соперника и забить гол. В первом тайме это удалось сделать военнослужащим. На перерыв футболисты ушли со счетом 0-1 в пользу «Динамо» ВВЧ. Сборную ВВД во втором тайме отыграла забитый гол. Но команда дивизии в этот раз оказалась сильнее, и ворота соперников ими был заброшен еще один мяч. Итог встречи – 2-1. Редактор субтитров А.Семкин